За эту серию я пройду сразу две локации, Янтарь и Рыжий лес. Тайники на этих локациях уже заметно жирнее, чем раньше. Также, скорее всего, данная серия предпоследняя, и следующая будет уже финальной. Не забывайте прожимать лайки и писать комментарии. Приятного просмотра! В Сталкер Чистое Небо на локации Янтарь 24 тайника, тогда как в ТЧ их 14. Но опять-таки, часть тайников в ЧН недоступна, а именно, 6 тайников получить невозможно, Минус 24, это получается 18, и еще один достать крайне-крайне сложно, но можно. В общем, 17 тайников, фактически, можно достать на локации Янтарь в ЧН, тогда как в ТЧ 14. Разница, опять-таки, невелика. Что же, давайте сразу тогда с бункера ученых обыскивать. Таким образом у нас выглядит Хабар, если что, если там кому-то интересно, если кто-то не разглядел. В принципе, ничего особого, много зарядов ВОК, много зарядов М, понабрал я, да, на предыдущих-то локациях. Посмотрим, чем будет богата эта локация. Автомобиль, в автомобиле сзади находим опять Марту и 2 армейские аптечки, что, в принципе, я считаю неплохо. У меня их там уже сколько? 17? 104 обычных, неплохо, да? Далее, где-то тут у нас какой-то либо рюкзачок, либо кейс должен лежать. А не в машине ли он случайно? А нет, странно, даже обычно туда всегда ложат. Вот, тут у нас 5 ВОГов и антирад. ВОГи продолжают наполнять наш рюкзак, хотя взрывчатка тут, ну, мне лично не нравится, как себя ведет взрывчатка в ЧН. ПЕНЬ, опять очередной, научная аптечка. Почему-то 6 тайников недоступны, потому что из-за какого-то бага в диалогах их невозможно купить. То есть, есть какой-то персонаж, который должен продавать эти тайники, но он их не продает. Наполнение этих тайников обычное, такое же, как и везде, аптечки, медикаменты, это то, пятое-десятое. Лежачее бревно? Ну, опять марта. Да что ты будешь делать, сколько мне март на этой локации выпадет? Зачем они мне в таком количестве нужны? Пойдем, наверное, на озеро, оттуда будем обыскивать. 319 килограмм у меня уже, хабара, в общем, того, что можно собрать с тайников. Тайник на болоте называется... А как он называется? Некоторые тайники почему-то не высвечивают свое название, видимо, они стесняются показаться на всеобщее обозрение. Ну что ж, главное узнать, что внутри. А внутри 200 патронов для пулемета. Кстати, это один из тех тайников, которые невозможно купить, хотя, как бы, он есть, ну, как бы, ну, ха-ха. Ну вы поняли. Рюкзачок. В рюкзачке заряды, два антирада. Кто-то пишет в комментариях, что в ТЧ намного были интереснее тайники, ну, конечно, я с этим согласен, я уже об этом говорил. В бревне две армейские, хорошо. Ну и все, идем теперь в сторону завода. Скорее всего, тут тоже я очень быстро залутаю тайники. И что, неужели нам придется идти в рыжий лес? А может быть до армейк хотя бы? Нет, в рыжий лес сначала идет, потом только мы в армейке можем попасть. Вот, значит, да. Ну давай так и попробуем. В рыжий, а потом в армейке. Хорошо, а с армейк-то уже куда? А с армейк потом в Лиманск? Ну да. А с Лиманск в госпиталь? Ну и в принципе все, я думаю, что тут максимум пару серий осталось. И получится, что, всего у нас 6 серий, тогда как с ТЧ тайниками получилось 8, если я не ошибаюсь. Вот так вот, привет. Снорк прибежал. Тут аптечка 2 антирада. Тут надо будет перепрыгивать через забор, давай пока этого делать не будем. И пойдем сюда, в трансформаторную будку. Внимание, 3М209. А вот теперь мы по пути левши перепрыгиваем через забор и направляемся к центру излучения. Я надеюсь, я там по скрипту умирать не буду, иначе это будет, конечно, обидная ситуация. Ой, ой, уже удары пошли какие-то. Не надо, пожалуйста. Так, а где тут тайник-то, я не понял. А, он за заб... Господи, зачем я перепрыгнул? Вот он, оказывается, в пню тут дрободан и 6 дротика. Дрободан снова чейзер, а какой еще? Какой еще вы ожидали увидеть дробовик? Уже 6 чейзеров со всех локаций насобирал. Ну и прыгаем обратно, к сожалению, от безлучения тут, ребят, никак не избавится. Я опять-таки повторюсь, надеюсь, я по скриптам не умру, когда дальше пройду. А вот этот эффект с желтения экрана, ну, придется с этим смириться. Ладно, следующий тайник, если я не ошибаюсь, наверху, что ли, на крыше? А-а-а, скорее всего. Забрался на крыше, синий ящик в ящике. И еще такой же, причем тайник такой же. Но добавилась аптечка. Шикарно. Пусть будет. Уже 7 дробовиков чейзер. Я оружейный барон, так меня и называйте. На заводе, все, здорово. Давай, наверное, тогда сразу с дальней части завода начинаем обыскивать. Чего-то только нет, электрой, не электрой, но ничто не остановит меня. Я пришел за тайником с аптечками. Следующий тайник, который я бы хотел залутать, пожалуй, вот этот вот, там в самом конце, за территорией завода. Что-то я его сразу не заметил, давайте облутаем. А пока я бегу, не забывайте прожимать лайки и подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо. В бревне 4 обычных аптечки. У меня их уже 111. Ура, юбилей. Тут надо подняться повыше. А как я это сделаю? А вот не знаю. Вот лесенка, угу. В рюкзачке. Кора 919, ну и патроны к ней. Ничего. Причем патронов мало, вот так. Для чейзера там 6 дротиков, например. Для коры 1 магазин. Ну, 1 заряженный, еще 1 далее. То кое, мне кажется, себе. Хорошо, проникаем сюда. 10 снайперских, 1 научная. И в машине. А что в машине? А в машине где-то... Ага, вот тайник. 100 пулеметных и 1 армейская. Периодически попадаются к пулеметным. Периодически попадаются пулеметные патроны. У меня, похоже, сколько? 700, ух ты. Так, тут прям 2 тайника впритык. Один, скорее всего, внутри вагона. И второй тут на улице. Тут у нас медицина. Небольшой такой набор. Ну и вот теперь проходим внутрь вагончика. И тут тоже синий ящик. В нем кора. И... 1 919 патрон. Я в чем смысл данного тайника? Я не понимаю, реально. Вот чем руководствовались, когда его делали? Типа опять намек застрелиться или что? Я просто вообще не понимаю. Типа знаешь, игра такая намекает. Если я тебе не нравлюсь, застрелись, я не исправлюсь. Да, вот по поводу тайников мы тут с вами бурагозим. Что-то тайники такие, сякие. Но подсунули мне не те патроны. Вообще не понимаю, что в логике, серьезно. Но это забавно. Ладно. Воу-воу-воу-воу. Оставьте меня в живых, пожалуйста. Ничего себе, аномалия меня шатает туда-сюда. Но тем не менее, дайте мне забрать тайник. Да что ты будешь делать? Все, забрал. Уходим, покидаем. А то аномалия меня дербанит туда-сюда. Ну и что? И где-то тут теперь еще тайничок. На заводе их достаточно много. 4 заряды. Найс, обожаю их. Воу-воу-воу. Прям излучение у меня уже просто жесть. Я подхожу непосредственно к установке. Причем непонятно, почему в ЧН установка выключалась тут, а в ТЧ уже непосредственно внутрь надо спускаться. Ну, кто не знает, события ТЧ разворачиваются после событий ЧН. И тут мы выключаем излучение тут, а в ТЧ спускаемся в подземелье. Там оказывается лаборатория, огромные мозги, все дела. Да. Ладненько. Так, тут скорее всего внутрь надо будет войти где-то там в здание. Обрезок трубы, а в нем еще 100 пулеметных. Ну, прям разрабы, видимо, думали, что я тут с пулеметом буду играть. Абакан и 60 патронов к нему. А вот это уже неплохой. Очень неплохой тайничок. Второй Абакан в тайниках мы находим. И сейчас я буду обыскивать самый, это последний, да, в принципе, да. Самый сложный, самый сложно доступный тайник. Не в плане получения его. Ты его получишь, ты его легко получишь. Я его всегда получаю, когда прохожу. А в плане того, что его невозможно достать. Вот это тайник. Почему-то название данного тайника не хочет высвечиваться никак, абсолютно. Называется данный тайник. Схрон в сейфе. Самый лучший схрон в зоне мой. Сейф на территории завода. Ооо, это жесть на самом деле. Его невозможно обыскать абсолютно никаким образом. То есть, ты будешь что хочешь делать. И это именно этот сейф. И он ни с какой стороны не обыскивается. Но, на самом деле, можно это сделать. Там нужно в какую-то позицию встать. На какое-то именно место. На какую-то именно точку с точностью там до миллиметра. Посмотреть в какой-то пиксель. И только таким образом данный тайник обыщится. Больше ты этого никак не сделаешь. И походу разрабы патролили игроков. Знаешь, когда сделали такое описание названия. Еще раз, я говорю, я не знаю, почему он у меня не высвечивается. Вообще должно. Это ни хрена не лучший сейф. Это просто сейф, который разорвет себе пукан. И в нем всего лишь один заряд РПГ. Я его не смогу сейчас достать, ребята. И я не хочу тратить много времени, чтобы вычислить тот самый пиксель. Вычислить ту самую позицию, в которую я должен встать. Я просто себя заспауню через спаунер один заряд РПГ. Смотрим, сейчас у меня 4 заряда. Теперь у меня 5 зарядов. Вот тут именно этот заряд. Я не хочу, еще раз говорю, тратить время. Поэтому мы оставляем данный заряд. И пусть он в себе лежит. Так что вот так, имейте ввиду. Кстати, а что будет, если я просто спущусь вниз? А ничего, тут просто тупичок. Пройти тут невозможно, ясно? Заметьте, мы по тайникам еще ни одну броню не нашли. Это моя броня с начала игры, которую я решил снять, чтобы не убивать. Ты просто посмотри на это. Ни одной брони. Все артефакты, которые найдены, они найдены в неотмеченных тайниках. То есть из самих схронов не выпало еще и ни одного артефакта. Мдааа. Вот такие дела. Ладно, отправляемся далее. Идем сейчас непосредственно в рыжий лес. Делать нам тут нечего. Я в рыжем лесу, только правда, что-то темновато. Все, теперь нормально. Теперь погода яркая, светлая. В общем, давайте считать рыжий лес. Сколько тут тайников и сколько их в ТЧ. Ну, конечно же, в ТЧ нет никакого рыжего леса. Он есть только в ЧН. Тут 34 тайника на данный момент отмечаются на карте. Какое количество из них невозможно получить? Все тайники прекрасно получаются. Часть выпадает из трупов, часть покупается у местных ребятишек. Ну и первые в автобусе же стандартной медицины. Ничего особого. Однако же, не все так грустно, но локации есть один уникальный, можно сказать, тайник для ЧН. До него дойдем, и я вам все обязательно покажу. А сейчас пока что в лес углубляемся. Ну, давай в лес. Правда, дверь-то тут закрыта. Смотри, завязали. Ух, какие гады. Ну, я перелез через забор, для меня нет ничего невозможного. Тут схема, кстати, телепорта. Я однажды увидел это в одном моде и думал, что это прямо мододелы нарисовали. Но нет, это оказывается в оригинале у нас. Нарисованы ворота, а нам... Ух ты, блин! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, я сейчас испугался, ребят, извините. Вот сейчас вы слышали, наверное, шуршание. Я сейчас очень сильно испугался по-настоящему. Чё-то я не знаю. Слишком громко это было. Ладно, ладно. Всё нормально, я живой, мутанты меня трогать не будут. Переживать не за что. А вот это ящок спрятан довольно-таки высоко на дереве. А как я его достану-то? Опа. Ага. Ого. 100 пулеметных и 2 армейские аптечки. Кто-то в комментариях написал, что бронебойные патроны действительно пулеметные уникальные. Там, откуда я их достал, я их больше нигде не смогу достать. 556-ых. Смотри, тут уже посерьёзно, мне кажется, тайники идут. Ну, правильно, это же лес. Финал игры не так уж и далеко. Тут что? Тут 189-39-ых и один выстрел в ок. Всё, всё, уже пошла жара. Попадается вкусненькая. И сейчас такая выпадет одна консервная банка. Не, ну консервные банки-то я не против забирать, правильно? Мы их купим и в конце отнесём Сидоричу. УПД Компакт. Или как он тут называется? Да, он так и называется. Только не УПД, а УДП. Понял, принял. Ну, наверное, лишний пистолет будет не лишним. Привет, ребята. Опять пенёчек, опять медицина, ничего такого. Забираем и, наверное, идём сейчас в сторону мутантов. Смотреть, что там. Тут будут снорчи, но они вроде нас как не трогают. Сейф, 180 бронебойных, 5-45-ых. И тут у нас рюкзачок запрятан. Одна научная аптечка. М-м-м-де. Но в целом, я думаю, вы заметили, что Хабар действительно пожирнее стал падать. Сразу же направляемся в эту сторону. И тут в пеньке 3М209. Хорошо. Мутанты меня вроде не трогают. Вон, 50-гигант. Подлюка какая, а? Кстати, насколько я знаю, артефакты в Сталкер Чистое Небо не появляются по-новой, как это было сделано в ЗП. То есть ты собрал все артефакты из всех аномалий, и сколько бы ты не ждал выбросов, они не появятся снова. Такие дела. Так, а тут что? Тут мёртвый монолитовец и такой незамысловатый тайничок. И куча трупов, кстати говоря. Причём такие серьёзные экзаскелетники. Воу, это монолитовцы? Я не знал, что тут есть трупы монолитовцев. А, и военный. Ещё военный. И ещё монолитовец. Короче, два монолитовца, два военных встретились, и ещё один монолитовец в виде неотмеченного трупа. То есть его облутать нельзя, он просто мёртвый тут лежит, тянется к ящику. Интересно, что здесь такого произошло. Ваше предположение. Будет интересно почитать, что вы там придумаете. Так, тут у нас что? Тут у нас пенёк, да, очередной? Да, пенёк в пеньке. Три армейские аптечки. Ну и, конечно, я не могу пропустить. Так, тайничок. Забираем. Называется Мёртвый Сталкер. И, кстати, помним, что именно тут можно встретить... Кого? Правильно. Двойника отца Валериана. Вот он, собственно говоря. Интересно, почему же он тут лежит? Ведь если мы переместимся сейчас обратно на кордон, он будет там. Ваше предположение в комментарии. Так, ну и я не мог пропустить, разумеется. Вот это чудо. А почему тут пулемёта нет? Мне казалось, что здесь должен лежать пулемёт. Но здесь только 2000 патронов. По-моему, надо взять квест на танковый пулемёт, да? И тогда он только тут будет. Да-да-да, вроде что-то такое. Но, в любом случае, мы забираем 2000 патронов. Это аж 26 килограмм. Это жирнющий тайник. И того у нас 2900. То есть, 900 до этого мы нашли по тайникам. И 2000 только в одном лишь танке. Ну а отсюда давай попробуем сразу прыгнуть в телепорт. И уже от деда обыскивать всё остальное. Так, я у дедушки. У лесника, конечно же, я имею в виду. Обрезок трубы очередной. Два заряда. Опа, а вот и очередной тайничок с выстрелом ОГЭ. Ну а как без него? Нет, какие-то локации, опять-таки, повторюсь, были без него, если что. Ну и чтобы попасть туда, нам нужно залезть наверх. И как акробат пройти по тросу. А там, блин, ничего такого, да? Как всегда. Ну что, пробуем? Надеюсь, это того стоит. Опа. Страшно, да? Очень страшно. А давай вот так прям оп, попрыгнем и всё здорово. Ага. Ну и смотрим в синем ящичке. Ну, наконец-то, хоть другой дробовик выпал. СПСА и 30 дроби. Слушай, да неужели, разработчики, спасибо за дробь. Но мне всё же было бы интересно узнать, почему так мало её добавляли. А вот именно в основном ЖК. Если мы посмотрим, то у нас тут 480 ЖК, 92 дроби, где-то я нашкрябал. И вы скажете, им 201 же дроби. Ну так вы не забывайте, что я разряжаю дополнительно оружие. СПСА я тоже разрядил. И, ну, из этого складывается ещё и, допустим, у меня 7 охотничьих ружей, 6 обрезов. Всё это разряжено и всё это суммарно складывается. Да, конечно, опять-таки, я там находил какое-то количество дроби. Но думаю, это до 100 именно в тайниках. В основном же падает почему-то ЖК. Хе. Ладно, пойдём сюда. Скорее всего, да, я сегодня уже рыжий лес долутаю. И тогда в следующий раз будет финальная серия. Это армейские склады, это Лиманск и госпиталь. В госпитале тоже есть пара тайников. И всё. А на ЧАЭС у нас никаких тайников нет. Как и в ТЧ. Пень опять. А чё-то он не обыскивается. А всё, обыскивается кора. Кора, которую мы ещё можем найти прекрасно себе на свалке. Этот ящик тоже довольно не просто обыскивается. Нужно тоже найти какой-то пиксель. Так, ребят, откройте. Чё вы тут, блин, всё позавязали? Ну чё, идём в шахты? Идём в шахты. Посмотрим, что у нас там. Первый тайничок у нас находится где-то тут, в ящичке, в трубе. Это 189-39-х. А компас у него можно украсть, да, наверное? Ну, я не буду его брать, потому что, по факту, он квестовый, этот компас. С ними чё сделать нельзя. Нет, конечно, ты можешь. Нет, там, по-моему, компас по главному сюжету нужен, и тебе по-любому его придётся отдать. Так, ну где следующий тайник? Скорее всего, снизу, да? Скорее всего, снизу, поэтому спускаемся. Ух, там летают эти гады. Чё-то я не могу вниз упасть. Странно, конечно, что бандиты никак не реагируют на то, что у них тут летают полтергейсты снизу. И, можно сказать, мешают им жить. Могут в них тут кидаться всяким. Чё, серьёзно, полтергейсты в меня кидают? Что-то. То есть, они мне не нейтралы? Ам, это очень странно, но они мне не нейтралы. Ладно, спасибо, что хоть дырочку мне там сделали. Так, мы, по идее, сейчас пришёл сюда, и сюда долго всё попрутся? Нет, не прутся. Ладно, как-нибудь выберусь отсюда. А тайничок-то у нас где? А так тайничок у нас, в принципе, сверху был, да? Так а в смысле, где он там сверху-то был? Его не было нигде. О, а тут у нас, смотри, гранаты, вок, несколько штучек. А, и РГ, видели? РГ я только что подобрал в этом же месте. То есть, всё-таки тут неотвечен тайник, получается. Да, вот он, РГ. Охренеть. Не, я слышал про него, но что-то я как-то его особо не находил, РГш какой-то. Ладно, забираем обязательно себе. Конечно, такой тайник будет не лишним. Жирнющий, я бы сказал, тайник. Ну, где этот тайник, я не пойму. Может, тут, что ли, сверху? А, да, представляешь? 69,39, 4 заряда. Будет нужно. Чё-то я его не получал. Наверное, он покупной, его надо обязательно покупать. А как-то особо тайники не покупаю. Ладно, обыскиваем дальше. Не так уж и много тайников осталось. Рюкзачок. А тут, видимо, придётся снова прыгать на деревце. Или как? Или что? О, опять высоко спрятались, смотри. Десять снайперских, одна научная. Да, ладно, но пусть будет так. Ну, да. Тут уже жиденькие, мне кажется, пошли тайники. Но в целом-то, ну, армейская аптечка, это неплохо. Пенёчек. В пенёчке 200 пулемётных. Ещё дополнительно, да? Тут. Ага. Волуны. А рюкзачок-то где, я не понял. Вот рюкзачок, 4 заряда, супер. Тут же рядом прям сразу следующий тайник. Что-то ни одного тайника с флешкой, тут их, походу, и нет, в принципе. Так, а ну-ка, ты куда спрятал-то? А, вот рюкзачок, да? Ага, вот он. Медицина. Тут ещё медицина. И тут в пенёчке рядом ещё медицина. Последний тайник в этой части. Рыжу в лесу. Опять волуны. И в волунах где-то опять что-то где-то спрятано. Снова волуны. Снова я что-то не вижу тайника. А потому что он в кустах хитро спрятан, да? Или как это понимать? Ну да, там есть. Ага, вот. Шесть аптечек. Ничего себе, обычных, правда? Но тем не менее шесть. У нас их уже сколько там? 128. Обратно мы ходим за пределы леса. А, всё-таки один тайник там, да, оказался? Понятно. В волунах снова рюкзачок. В рюкзачке бронебойки заряд. Тут у нас где что? Под ёвочкой. Опять-таки в лесу. То же самое, что только что было спрятано тут. Снова волуны. И вот рюкзачок. 120 бронебойных с 939. Не, бронебой прям уже, ух, очень много. Даже уже суммарно получается у меня их больше, чем обычных. Учитывая, что обычные, опять-таки, там ТРС-очки, ИЛы я разряжаю. И из них патрики тут. Вот так вот. Так, ну и чего, приходим сюда. Осталось тут всего три тайника. Тут должна быть на меня засада. Сейчас её нет, ибо я играю, сами знаете как. Не выполняю сюжет, ничего. Давай сразу, значит, забираем этот тайничок. 100 пулемётных. У меня уже их 3200, прикинь. Мне кажется, обстреляться до конца игры можно. Но ещё один тайничок, он походу в туннеле, да, всё-таки? Да, он, видимо, в туннеле. Что ж, в таком случае обходим. Самый конец спускаемся, чтобы обнаружить срез трубы. И в нём 10 снайперских, 10 бинтов. Чё, снайперских тут прям жалеют. Всего 72 их у меня. Ну и что, последний тайник на локации. Это именно тот тайник, о котором я говорил, как только пришёл на эту локацию. Чем он уникален? Так, вот тут, правда, аптечка сначала, да, это? Угу. Он уникален тем, что это один из двух тайников в игре с артефактом. То есть в игре всего два тайника с артефактом. И это один из них. Тут мы находим пузырь. Ну и, в общем-то, комплект такой неплохой от радиации. Этот тайник мы можем получить в качестве выкупа за свою жизнь от одного сдавшегося из засады сталкера. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я, да, когда сюда идём, бежим за стрелком, тут засада, одного оставляем. Он выкупает свою жизнь тайником, а дальше... А дальше он вообще-то вроде как тебя везёт куда-то туда и вылетает игра. Да, у меня так всегда было. Но его можно убить, ну и получить этот тайник. Хотя, вроде как, он даже без отметки прекрасно забирается. Вот по этому поводу я не знаю, уточните, пожалуйста, в комментариях. Ну, то есть, можно их всех просто убить сразу, но он всё равно там лежит без разговора. Вроде так, а вроде нет. В любом случае, пишем, если что, я всё читаю. Так, ну и что? Ну и всё. Осталось несколько локаций. Я думаю, что следующая серия финальная. Это армейские склады, тут не так уж и много тайников. Лиманск, там тоже маловато. И госпиталь, госпиталь тут даже не отмечается. Вообще, вроде вот он. Или это не он? Но похож. И там, в госпитале, у нас тоже немножечко тайников присутствует. По пальцам пересчитать. Вот так вот. Таким образом выглядит мой инвентарь на данный момент. Пока ничего не берёмся посчитывать. Будем посчитывать после. Так, только соберём. Всё абсолютно барахлишко. Всё это продадим. Посмотрим, на сколько денег. Но опять-таки, надо понимать, что тут немножко другая экономика, нежели в ТЧ. Это вот очень важно. То есть, допустим, 30 тысяч рублей в Сталкер ЧН. Это совершенно не равно 30 тысячам рублей в Сталкер ТЧ. В ТЧ за 30 тысяч ты не купишь себе нормальную броню. Тогда как в ЧН можно купить хорошую броню за эти деньги. Учитывая, что ты прекращаешь там более-менее отношения. С группировкой выполнишь её задание. Вроде даже СИУ за 30-ку купить можно. Вот тут я не помню. Или чуть больше надо. Ну, вы поняли. Ладно. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте писать комментарии, ставить свои лайки. Подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. Я не знаю, что ты досмотрел до этого момента. Значит, тебе нравится. Так подпишись. Ну и на колокольчик нажать будет не лишним. Всем пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok